Девушки отдыхают Светлаков за словом в карман не полезет Он тебя в интервью уделает Мы должны все прорепетировать Ирина, сестра Рубика Одна воспитывает сына Ирина очень любвеобильно Любит все, что ее сыну в отцы годится Дед у нас будет Светлаковым Дед? Светлаковым? Давай, 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 попробуй вопросы Манишь меня, Михалич Манишь... Дедушка Сурен, 78 лет Из них два года Живет у Рубика в доме Именно об этом времени Любит вспоминать больше всего Рубик, Рубик, а ты спроси у него Про красный тростеля Что это такое, откуда он их взял Лена, невеста Рубика Очень любит Рубика и Шубу Так они и живут втроем Леночка, Рубик и Шуба Про поклонец, про поклонец спроси У него их много? Можешь со мной поделиться? Гамлет, сын Ирины Племянник Рубика Самое дорогое в его жизни Связано с прилагательным Дядина Слушайте, у меня все Уже в голове смешались Кони, брони, труселя Что вы говорите? Ну тихо, я уже сам разберусь Вы не мешаете? Сергей, наверное, пришел Ну-ка, одну минуточку Сергей Здравствуйте, проходите, пожалуйста Это я, Рубин Всебогущий Здравствуйте Здравствуйте Я так рад вам видеть Меня Сергей зовут Сергей, здравствуйте А это ваша жена? Сергей Светлаков Он же Иван Дулин Он же Насянник Он же этот светленький Из программы Где четверо красавчиков Смешно газеты читают Я хотел, в принципе, ознакомить С моей семьей Вы знаете, моя семья не подарок Они подарки вам дарить не будут Но я думаю, что гламурные какие-то Вездеходики они вам сделают Если вы ждете Давайте проходите Я хочу познакомиться Здравствуйте Мы так вот живем Очень богато живете Менессанс, Рубенс Тоже мое творение Это вы в Ялте, да? Нет, я это испанская версия Офигеть Александр Цикало Слушайте Вы в жизни такой симпатичный А на фотографиях как-то не очень получаетесь Моя невеста А почему? Я понял, да, что ваша невеста, да Да Соответствует Пожалуйста, дедушка Сурен Сергей Сергей Приятно, приятно Я вас очень-очень ждал Здесь все сидящие упорно Подтверждают, что я очень похож на Мишу Галустян И сказали, что именно вы окончательно ответ дали Галустян старше Садитесь, пожалуйста, дедушка Мой племянник А на какой машине вы приехали? А сколько она стоит? И можно ли посидеть там? Ауди 700 тысяч можно посидеть Моя сестра Сестра, я думаю, массажистка Ира У меня ужасно медрее сегодня Все говорят, что вы лечите руками Ну, свершите это чудо Это просто какие-то муки Ой Ну, сверш, да Пожалуйста А вы говорите Вот они Помнят руки-то Помнят Хотели сказать Сергей, вы так галантно оделись Вы хотели как-то Ну, я просто не успел переодеться В домашнее пришел Да Я вот так сплю А кто вам снится, Сергей, когда вы спите? Ну, снится мне Аврора Помните, такая песня была? Конечно Снится Час, когда ровно На часах Ровно час Аброра Будь можно Снепной Будь можно Ты помнишь? Давайте, все Возьмем А почему Я только сразу мясорубку вспомнил Я не могу понять Мы любим играться в мясорубку Отличная семья у вас Дружная такая Ну, что ж Мы готовы теперь начать Начать это шоу Беспрецедентное шоу На первом канале Это невероятное шоу Которое начну я Теперь, сегодня И сейчас Добрый вечер Мои маленькие фанатки Это шоу на первом канале Это шоу Самое 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 Стреляющееся Вис Это шоу Рубик Самогучий Я хотел бы представить свою семью Дедушка Армянская фанатки В виде сока В виде сока В третьем Тихим Ангельским Голоском Говорит Папа Три семьи Труселя Аленькие Встречащий Встречащий Избейсменный Хозяин Сергей Светлаков Здравствуйте Здравствуйте вам всем Я так понимаю Судя по народу Судя по народу Именно так вот выглядит Армянская спальня Да Да Мы здесь все Все как бы чуть-чуть Немножечко Присадились к этому моменту Присаживайтесь пожалуйста Сергей Здорово И сразу же вам Как бы пришли в нашу семью Коварный такой вопрос Так Какова антропология Вашей фамилии Светлаков Это что-то Некое дань Гения Галактическому дереву Или какая-то Случайная Нелепится Световая Ну скорее всего Это соединение Света и лака Вы знаете Мы не раз В этой студии Объединяли Свет и лак Так Но никогда Вас не получали Сергей Вы долго очень играли В КВ Скажите Как вам удалось Оттуда вырваться Я знал Никто живым Оттуда не уходил Ну Тут все решили Деньги Да Александр Васильевич Мне дал деньги Сказал Уходи Пожалуйста Ты слишком долго Играешь в КВ Ну да И все Я на вырученные деньги Уже Первый раз Поел Вы знаете Я как вижу Моя семья Я просто Взерочина Друзья мои Есть у вас Вопросы Пожалуйста Давайте Начнем По старшеству Гамлет Знаете Сергей Самый взрослый С конца Да Знаете Сергей У меня одна Девочка нравится Вот А я стесняюсь Ей признаться Об этом Не скажете Как мне перебороть Свой страх Чтобы признаться Я так понимаю Ты с этой девочкой Уже давно спишь Но не знаешь Как с ней познакомиться А вот есть Какой-то другой Вопрос Пожалуйста Дед Вы Дедушка Сурен Весь Я помню Сергей Вот Вы видите Мне уже Столка лет А вам еще 87 минут Вы как думаете Чем вы будете заниматься Когда вам не будет Столько А вот Столка А вот Вы чем занимаетесь Может Вы меня научите Как-то Каким-то образом Что вот В вашем возрасте Делать Я так понимаю Что тут Выбор глаголов То невелик Ну Почему Вот Ты такой Красивый Такой Беленький Не увлекайтесь Дедушка Похожий На грека А у вас Кроме Есть что-нибудь Греческое Ну Да Салат Салат Греческий Салат Лена Считайте Кто должен Родиться Первым Ну Не знаю Мне кажется То что вы предлагаете Это какие-то предрассудки Надо просто Тупо начать С мальчика Наверное Да Не надо У вас прекрасная Дочка Настя Я знаю Она Счастье Я не в силах Я не в силах Но 300 долларов Сразу Сразу Вспоминаю Такой Случай У меня Позавчера Мне вопрос И говорит Я на любой вопрос Отвечу Я говорю Ну хорошо Расскажите мне Про принца Датского Она молчит Я говорю Хорошо Тогда скажите Откуда Принц Она молчит Я говорю Ну смотрите Вот принц Норвежский Откуда Она говорит Из Норвегии А принц Датский И она говорит Из Датска Мне такое ощущение Что это была Именно эта блондинка Вот больно Прямо так же Говорит И излагает Вот Рубик Давно хочет Сделать мне Предложение Но хочет Сделать это Каким-то Оригинальным Способом Но не знает Как Предложение Чего Руки Сердце А Ты по частям Предлагаешь Потом Сердце Немножко ножки Почечку Прибрал Все Немножко Сгруппировал Обожал Просто аппендикс Что это вообще А как на него Клюю Нигурней Надергал Один врач Один врач Целый садок Надергал Да Дамы господа Ваши аплодисменты Следующий блок Меняется Как я сказал Меняется Мы так Меняется Зараз Такое ощущение Что мы сейчас Где-то В милиции На признании Надо угадать Вот где сейчас Дед Вы знаете Это сестра Не надо Тут нас смотреть Это сестра Племянник Лена И дед Дедушка Пожалуйста Сергей Я часто Вижу Что вы По телевизору Видите Какие-то Программы Потом Обсуждение Ведете Свои Своё Слово Говорите Об этих Программах Вот Какое у вас Печатение Первое Печатение О шоу Моего Внука Ну Просто Я так понимаю Я же не бесплатно Здесь Столько Вы знаете Столько Вам уже заплатили Сергей Зачем Мне обещали Ещё столько же Тогда Прибавить К тому Что я уже взял Ещё столько же Я согласен Мне очень нравится Прямо Уровень Вот чувствуется Вот прямо Уровень Сотню ещё Накинешь Накин Я не был Нигде Кроме этого места Это вот Божественное место А ещё Даш Как жалко Что меня Родили Не в этой студии Сергей Светлаков Это было от души От бумажника Вы понимаете Ну Садитесь Пожалуйста Так Породим Есть вопросы Кто же Ира Сергеевич А что бы случилось Если бы вы Вместо Миши Голустяна Встретили Ну например Михаила Боярского Что за фантазия Ну может быть Вы вместе Вы с ним Пели Парра 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 Ду И что Садитесь Так Уже угадала Сергей Ну а ты Не репетировал На кошках А на руке Вот так вот Делал Вот так вот С языком Не пробовал Часы Часы Да Ты часы делал Ты до сих пор Зубами Без 15 Ну ага А вот Какое у вас было Выражение лица Когда вы в первый раз Сексом занимались Потому что Урубля Одну минутку У меня нормальная У тут кошки Долгоска Рубик Всемогущий В этой Переорячи Сергей Светлаков И моя Некудичная Семья Поменяем тему Если вы не против Давайте поговорим О некоторых Подкамежных камнях Про Прожектор Перис Хилтон Откуда это такая Вообще история Придуманная Перис Хилтон Если Серьезно То Была программа Прожектор Перестройки Ага Это я просто Для молодежи Весняю Которые Тут вообще Не помните Времена Гамлет Слушай А так Вообще Перис Хилтон Это тот Персонаж Который Нужно Его Прожектор А теперь Прожектор Перис Хилтон Во плаке И вместе С многоуважаемыми Членами моей семьи Устроим здесь Самый Настоящий Прожектор Моники Белуччи Монику Белуччи Да Да Я обожаю Монику Белуччи Моника Белуччи Пожалуйста Прошу За переход Андрея Аршавина Лондонский Арсенал Заплатил Всего Каких-то 18 миллионов Фунтов Стерлингов Но Это дорого Или нет Аршавина Говорят Так Ты хочешь Перейти В хороший Английский Клуб Ему говорят Да Говорят Мы большие Деньги Он говорит Русские Не продаются Меньше Чем За 18 Миллионов Миллионов Ему к journaling 12 Говорят 7-й чемпион мира Формулы 1 Михаил Шумахер Получил травму Во время падения С мотоцикла Ну-ка еще раз Прочитай 7-й чемпион мира Формулы 1 Михаил Шумахер Получил травму Во время падения С мотоцикла Еще последний Раз С выражением Гамлет, семикратный, стоп. Чемпион мира, Формулы-1. Теперь я, Михаэль Шумахер, продолжаешь ты. Получил травму во время падения с мотоцикла. Сейчас сатирик готов, я думаю, да. Интонация поставлена, все нормально. Дедушка, пожалуйста. Значит, сегодня Президиум Верховного Совета СССР утвердил медаль за спасение утопающих. Я так понимаю, газета за 58-й год, да? Совершенно верно, да. 57-й. Надо помимо этой медали еще много разных других вести. У нас очень маленький вот этот объем, как бы это, да, сорти вот это вот медальное. Да. Вести, например, такие медали, как медаль за драку на пожаре. Медаль, медаль за размножение кошек. Медаль, медаль, эээ... За поцелуй с кошками. Да. Я сейчас сидел уже. И за дальнейшее использование, да. Дядя Сережева. Да, да. И здесь использование. Да, и Куклачев приходит, у него вообще... Да. А орден вы за что дали? Ему? Да. За все с кошками. За все с кошками. А скажите, Сергей. За все с вашей. Да. Вы увидели... Вот на этом... Увидели блеск в моих глазах? Нет? Я вас предостерегаю. Ну, это что-то прошло, повадки остались. Да. Именно с этим повадком и мы поворачаемся. Сергей Светлаков! Наш следующий герой... Балдис Пенч! Я даю отмашку. После чего заношу ногу. Сейчас закуракиваю. Балдис! Если у тебя не занят парашютным спортом, не раскрылся парашют, то это не твой вид спорта. Балдис, а на кого вы тогда работали? На ладыжескую разведку. Я до сих пор работаю. Какой-то остается пистолет. Чего я от сбора калашникова? Уставник Балдиса, глаголит Пенч. Производится сильнейший неожиданный удар ногой в пах. Ногой в пах, Гамлет! А нам все равно, а нам все равно. Хоть споемся мы в локер и запуганное. И давайте сюда, самый трудный час. Дай волшебную. Давайте прийдем! Это история о богатом армянине Рубику. Который построил во дворе собственного дома студию, приглашает в свою программу звезд шоу-бизнеса и показывает это все на первом канале. Недешево. Мы готовы, мы продолжаем. Вести программу Рубику помогает его семья. Дедушка Сурен, сестра Ирина, племянник Гамлет и невеста Мер. Парара-парара-парара-парара-парара-парара-парара-пам! Сергей, угадайте, сколько нам придется, трех нот. Может быть, Сталин? Валдиспельш. Валдиспельш, абсолютно верно. Так, заберитесь, быстро. Лена, оденься. Могушняны, они здесь живут, да? Нет, его здесь нет. Весело? Это программа розыгрыш. Отошел быстро! Тоже мне. Здравствуйте! А Рубика здесь нет, извините. Вот это была программа розыгрыша. Отошел, ну-ка. Здравствуйте, Валдиспельш, извините. А, это у вас была программа розыгрыша. Добрый день. Это я, Рубик Всемогущий. Всемогущня. Валдиспельш. Шоумен. Ведущий. Актер. Близнецы. Холерик. Правша. Не обращайте на него внимания, это мой племянник. Да. Мой дедушка, пожалуйста. Да, дедушка. Извините. Силаков, садитесь, Сергей. Добрый вечер. Гоша Куценко, скажите, а вы сейчас в каком фильме снимаетесь? Я сейчас обычно уже не снимаюсь, потому что у меня, видите, волосы отросли. Но как выпадут, я опять начну сниматься повсюду. Это моя невеста Лена. Очень приятно. Лена. Лена. Лена, идите на кухню. Что вы будете пить? Кофе, чай? Я, наверное, чайку черного с лимоном. Сделайте, пожалуйста, кофе. Валдис, извините, а вы, Сергей, знакомы? Да, конечно. С Сережей мы познакомились, наверное, еще на КВН, да? Я помню, такой был юноша, молодой. А я в жюри сидел. А вы тогда в жюри такой были. Да, я такой был, такой. Вот. И гляжу талант. Дамы и господа, я так понимаю. Вы готовы? Мы готовы. Мы продолжаем шоу на Первом канале. Рубик Всемогущий. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем это великолепное шоу на Первом канале. Рубик Всемогущий. Сергей, почему вы так медленно вышли? Я чувствую себя как дома. Сергей уже один из участников нашей семьи. Сергей Петанов. Я в базе с фруктами нашел очень вкусный сигнал светофора. «Напряженная музыка, маэстро». Эта ситуация не напоминает толстое книжное произведение «Преступление и наказание». Я такой Достоевский, который это все придумывает. Моя семья – это такая старушка-процентовщица. А в роли топорика, который предопределил судьбу человечества, наш следующий герой – Балдис Бенш! Валдис, вы, как и мы, понаехали в Москву, да? Не, ну я не понаехал, я пришел с обозом селедки. Ну, вот как Ломоносов. Вы только из Латвии. Да. Ломоносов шел пешком. Он шел пешком, я шел пешком, только у Ломоносова была селедка, а у меня, если честно, были шпроты. Ясно. А что вас побудило все-таки приехать в Москву? В 83-м году меня вызвали и сказали, пора это поезжать и этот союз разваливаться. Балдис, а на кого вы тогда работали? На латышскую разведку. Я до сих пор работаю. Правда, союз развалился, а меня как-то забыли забрать назад. Сергей, вы как-то осуждающий смотрите на Валдис, а почему у вас? Я, нет, не осуждающий. Я очень рад. Вы тоже пешком пришли в Москву? Нет, у нас, в отличие от Латвии, у нас есть как бы поезда, самолеты. Все-таки это не миновали, певтальные как-то. Вы знаете, я знаю, что вы учились на философском факультете в МГУ. Было такое, Валдис. Кто сделал за вас такой выбор? Или вас просто подставили? Ну, на самом деле, я предполагал, что в жизни достаточно важно иметь успех у женщин. А философское образование, оно дает возможность так вот мягко в разговоре подпустить научную терминологию. А женщины это любят, да? Я Лене говорю, Лена, вы трансцендентальны. Да, и смотрите, Лена поплыла. Как он хорошо подпустился, да? То есть, если еще слово, трансцендентальное и трансцендентное, они разные, да? Есть дефиниция, детерминация. И самое приятное, имманент и перманент. Представляешь, вот, когда этих слов много вываливается на женщину, то есть, она явно зависает и делай с ней, что хочешь, как бы, да? Видишь, подпадали сегодня. У нас вот просто в МГУ было вот два таких лидирующих факультета. Это физики и философы. Но мы вот имманент и перманент, а физики, они врали девушкам. И знакомились на улице. Ходили, говорили, хотите посмотреть, как летают элементарные частицы, потому что у нас в подвале кисфака, в подвале синхрофазотрон. Пойдемте, насладимся полетом элементарных частиц. И девушки шли. Ну, я, извините. Вы знаете, что... Пока Сергей найдет, куда выпустить семя, я бы хотел... все-таки продолжить эту историю. Я думаю, Валдис, у моей семьи есть вопрос. Если вы не против, давайте. Пожалуйста. Вот я вижу, да, Гамлет, он трясет ножкой от... Да. Гамлет всегда трясет. Знаете, Валдис, у нас в школе учителя труда тоже фамилия Пельш. Опа. Вот. И мы все его называем Пельшник. А как вас дразнили, называли в детстве или сейчас? А мне очень легко дразнить. Для этого нужно проявить простейшую смекалку. Нужно прочесть мою фамилию. Не слева направо, а справа налево. Получится шлеп. Вот и все. Готовая дразнюка. Да, а называли меня Яблочко. Сережа, а вы к чему сейчас? Слива дошла просто. Слива дошла. Держите, Сергей, слива дошла. Пожалуйста, переход к другой теме, как мы учились в 2005-2008-2008. Назовем нашу тему «Хобби свободно от другого хобби-время». Я слышал, что вы собираете какие-то военные старые атрибуты. Зачем это вам? Дело в том, что я заглядываю в будущее, да, и все-таки США, как вот было, вот раньше говорили, да, наш наиболее вероятный противник. Я не исключаю возможность конфликтной ситуации. И поскольку я собираю армейские каски, то если завтра война, если завтра в поход, если грозная сила нагрянет, то минимум три взвода я вооружу. Я извиняюсь, Валдий, а американских три взвода? Нет наших по 25 человек. Правда, часть у них будет там фашистские каски, у кого-то будут советские каски, да, кто-то будет идти в атаку с английской каской. Они стреляют друг друга. А как они друг друга будут узнавать, Валдий? Ну, допустим, они все будут кричать одно и то же. Валдий? Нет, или Рубик всемогущий. А, вот так. Дедушка, пожалуйста. Да, Валдий, ну, уже понятно, что вы хорошо разбираетесь и собираете там всякие... И собираетесь, да, и это хорошо. Вот у меня наградной пистолет, а вот мой гамлетик, он его разобрал. Соберите, пожалуйста, я вас очень прошу, никак не можем обратно. Опа! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, дотекает время. Паку, оркестр, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ А зачем он... Дедушка, а зачем он вам в собранном состоянии? А кто мне сказать, что это нужно? АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж такое? А вы его чем смазывали? Э-э-э... Время вышло. Смотрим, что получилось. Да, ничего не получилось. И слава богу, а то бы забылась мечта... Нет, там что-то... О наследстве. Дедушка, вы понимаете, мой дедушка, он такой старый, он когда всегда забирает автомат Калашникова, у него всегда какой-то остается пистолет. Ничего это от сбора Калашникова. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, вот, мы сейчас посмотрели, как у дедушки разобрался пистолет. Ой, Кавлин, здесь у тебя вопросы? Коля, ну, иногда ко мне пристаются старшеклассники. Это требовательный симптом. Да. Ну, вот у меня просьба, можете вы мне показать пару приемов, чтобы защитить себя как-нибудь? Как бы я показывал. Значит, я это... Нет, я это показывал, это знаменитая есть такая борьба. По-моему, родина ее Франция, называется Неожиданность. А, когда к вам подходят старшеклассники, Гамлет, дождитесь первого удара. И как только вас коснется кулак, сразу падайте. Ну, я и так и делаю. Совершенно верно. Но дальше начинайте ужасно стенать, вызывая жалость. Ой, 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 как мне больно, ты мне руку сломал или ногу сломал. Давайте покажем. Давайте, подожди, подожди, давайте. Вы старшеклассник, отлично. Я старшеклассник. Вы старшеклассник. Гамлет, соответственно, младшеклассник. Вы подходите к Гамлету. А кто вы? Наглый старшеклассник. Подлый и мерзкий. Вас сейчас никто не любит. И вы как бы раз Гамлета. Хоп. Ударил. И он пахнет. Гамлет. Можно я его еще ударю? Гамлет, начинайте стенать. Рубик, это мой сын. Да, да. Вам его не жалко, вы подлый старшеклассник. Да нет, я просто... Но у вас проявляется живой интерес. Насколько сильно и больно ему. Вы, естественно, подходите. Так. И наклоняетесь. Нет, Гамлет, вы в это время лежите, желательно, на спине. И как только старшеклассник наклоняется, производится сильнейший, неожиданный удар ногой в пах. Ногой в пах, Гамлет. В пах ногой. Вот это называется неожиданно. Все. Ира, надо научить Гамлета, где пах. А есть у вас еще вопросы? Лена, это моя невеста. Ясно? Валдис, да. Валдис, вот если мужчина и женщина очень хотят быть вместе, а вот их родственники против, как доказать им всем, что я не из-за денег? Есть вещи, Лена, невозможные в нашей жизни. Это, допустим, желание летать, как птица. Раз. Желание жить вечно. Два. И доказать то, что вы хотите доказать дедушке Сурену. Три. С ними просто надо смириться. Спасибо за прекрасный ответ. Ваши аплодисменты. Дедушка, устами Валдиса глаголит пенч, вы понимаете? Как всегда. Сергей, вот мы же вам доплатили, зададите два вопроса еще. Помните, вы с кошками попросили, мы сделали доплату. Давайте вот вспомним Латвию, да? Все, все вспомнили? Давайте дальше. Все. Соответственно говоря, очень волнует вот такой вопрос. Значит, что вы в последнее время такое делали, что можете хвастаться этим, чтобы мы тоже хвастались, что мы с таким человеком. Тоже в последнее время делали, да? Да, действительно. Ну, например, я получил звание кандидата в мастера спорта по прыжкам с парашютом. Валдис, покажите, можете нам сейчас здесь показать, как это произошло? Нет, дело в том, что я прыгаю в так называемые большие информации, это когда много людей прыгают все вместе, и в воздухе они должны собраться и сложить фигуру в небе. Вот, если мы все это вместе сделаем... Наша семья вам поможет! Наша семья вам поможет! Я-то буду... Давайте, вставайте! Давайте! Так, взялись как-то, как-то. Значит так. Вот это дверь самолета. Так, дверь самолета. Я вышел, но не упал, потому что я вышел как флоттер, и повис. Так, вы все встали друг за другом, потому что все выбегают, не держась. Так. Стать нужно... Под нам, под нам. Да. Что называется на... То есть можно держать руки у парашюта. Так. Но хватать ни за что нельзя. Все встали. И сморщились. То есть присели. 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 Дедушке ничего делать не надо. Присели. Значит... Лена, вы за мной, быстро. Значит, дедушка Сурен... Это кто? Как замыкающий. Так. Он мне показывает. Я же даю отмашку. Вот так. Это значит все сморщились. Да, совершенно верно. Сморщились. Итак, присели, присели, присели. Музыка, пожалуйста. Маэстро, пожалуйста. Я вешу. Да. Вы висите. Дальше все смотрят на меня. Не упускай балдица. На меня. Так. Я даю отмашку. Какая отмашка? Это называется «да», после чего заношу ногу. Сейчас аккуратней. Так. И вываливаюсь. И мы что? А вы за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Волги! За мной, за мной, за мной. Волги! Субтитры сделал DimaTorzok Валдий, вы практически на самый трудный момент оставили без парашюта Если у тебя, признанить парашютным спортом, не раскрылся парашют, это не твой вид спорта Ну что, значит, передача подходит к концу Пишите нам эти прекрасные вопросы Люди все пишут, даже почта открыта Много вопросов очень нам задали Я за все самое интересное, Светлакову Когда же, наконец, свадьба... Ну, Михалыча и Дулина Дулина с Михалычем Все, во вторник Сергей, вам няня не нужна? Ну или домработница? Ну или сторож? Я так понимаю, вы писали, да? Уже как только не подъезжает, посмотри, а? Дорогой Балдис, в одной из популярных программ на боксерском ринге вы получили удар по голове Как это отразилось на чувстве юмора? Ну, отлично это усиливает, потому что вообще бокс это очень смешной вид спорта, да? На самом деле, просто выходят люди, да? Они же не дерутся Они так разговаривают Просто это люди, которым для разговора нужен так называемый тактильный контакт, да? Вот им нужно прикоснуться, да? Тач, тач, да? И он говорит, ты понимаешь, в чем дело Рубик? А ты мне так, что, Валдис? Тоже рукой сюда, да? Да, что, Валдис? Что, Валдис? Я говорю, Рубик, дорогой! Приходите! Да! Итак, дамы и господа, пишите нам еще, посылайте нам письма, любые вопросы, любые вопросы, за которые мы вам ответим потом уже позже АПЛОДИСМЕНТЫ